Анастасия задает вопрос, это правда, что после отказа в туристической визе стоит попробовать открыть F1? Всем ли она подходит? Есть ли ограничения по возрасту? Нельзя делать универсальный ответ для всех, потому что у каждого все индивидуально. Мы практиковали такое, что после отказа в туристической визе делали людям F1, заполняли документы на F1, помогали со школой, мы работаем со многими школами, в том числе очень дешевыми. И были случаи, когда проходило и люди получали F1, но в то же время были и отказы, хотя значительно меньше, когда люди получали отказ по туристической визе, потом делали F1 и тоже получали отказ. Поэтому все очень индивидуально. По поводу возраста, я, насколько помню, мне надо посмотреть, что нет ограничения по возрасту, там, по-моему, до 70 лет по поводу F1. Но, во всяком случае, у нас были клиенты и 40-летние. Нужно ли хорошо владеть английским языком? Если это F1 в школу английского языка, так не нужно. Наоборот, вы и говорите, что вы едете учить английский язык. А если это F1 для колледжа, что там надо задавать TOEFL экзамен на английском языке, то, конечно, нужно владеть английским языком. Я думаю, Анастасия ответила на ваш вопрос. Будет ли вебинар в записи? Я уже сказал, Лилия, вы невнимательно слушаете, что он будет в записи на YouTube. Елена задает вопрос. Пожалуйста, я там пропустил несколько вопросов, напишите их еще раз. На политическое убежище подавать в своей стране или на территории США? Елена, нельзя подать на политическое убежище в своей стране, если вы не попадаете под подправку Лаутерберга. Это когда вы, допустим, принадлежите какой-то вере, допустим, вы еврей. Даже немножко неправильно сказал, не вере, а национальности. Если у вас есть родственники в США, тогда можно через структуру, которая называется МОМА, подать на убежище. Но это очень сложно, там есть определенная квота и не так все там просто. Поэтому в основном все-таки подают на политическое убежище на территории США. Приезжают по турвизи, и как только ты вступил на землю в Америке, ты можешь подать на политическое убежище, если у тебя есть основания для этого. Мы делаем только кейсы с основаниями реальными, никакие кейсы не придумываем, ничего фиктивного не создаем, никакие справки в фотошопе не делаем. И я призываю всех агентов и франчайзеров работать только законно. Каждый день слышу, напишите мне историю, я заплачу там 20 тысяч долларов. Если бы я этим занимался, наверное, бы я очень быстро разбогател. Сейчас бы жил в Манхэтт, а не в собственной квартире, купил бы ее за несколько миллионов долларов, но потом бы меня с наручниками забрали из этой квартиры, потому что это преступление подделывать политические убежища и рисовать какие-то справки. Следующий вопрос. Помогаете ли вы с подбором работодателей? На каком процессе происходит процесс трудоустройства? Я говорил уже ответ на этот вопрос, Марина, тогда посмотрите, пожалуйста, в записи. Да, мы ищем работодателей и ищем жопоферы через различные базы данных. Давайте не будем повторять вопросы одни и те же. Елена, на политубежище можно подавать на территории США. Так, окей. Сколько по времени занимает процесс трудоустройства на открытие рабочей визы? Татьяна, очень сложный вопрос. По каждой рабочей визе свои правила. И вам лучше, наверное, почитать. Просто я думаю, что Евгений даст описание по каждой рабочей визе. Вы решили давать... Вообще мы это для франчайзеров сделали, но решили давать и агентам. Чек-листы, так называемые. И там по каждой рабочей визе есть правила. Также вы можете зайти на сайт иммиграционной службы и посмотреть. Потому что рабочих виз очень много. Ну вот 10 основных, около 10 основных. И по каждой свои правила. Там есть ускоренный вопрос, когда можно... Твой вопрос ускоренно рассмотрели. Ты платишь больше пошлину в иммиграционную службу. Они быстрее твою визу рассматривают. Поэтому ответ на этот вопрос дать невозможно быстро. Это нужно по каждой визе рассказывать. Алиса, если мы работаем по агентскому договору, можем ли мы пользоваться вашей рекламой? Возможно ли пройти обучение к франчайзерам? Нельзя пройти обучение к франчайзеру, если вы работаете по агентскому договору. Даже за отдельную плату вы должны купить целиком франшизу. Самое дорогое это мое время и мое обучение. Вот оно и стоит полторы тысячи долларов. Поэтому тогда работайте по агентскому договору, копите на франшизу. Рекламой. Вы можете пользоваться нашей рекламой в принципе, но вы ее сами тогда просто с наших социальных сетей собираете, забираете и как-то там переделываете наши баннера и так далее. На сайты мы вас не помещаем и клиентов мы вам не даем. То есть вы там сами клиентов ищите. Хороший вопрос. Татьяна задает, сколько может быть франчайзеров в одном городе. Мы установили планку на 300 тысяч одна франшиза. Если город миллионник, значит три франшизы. Если город полмиллионник, значит одна франшиза получается, потому что не дорабатывает, не доходит до 600 тысяч. Но бывает, мы делаем исключения, объясняю как. То есть если это, например, город, даже миллионник, и он покупает франшизы, и он начинает работать, и у него очень все хорошо получается, я могу сделать исключение и больше франшизу не продавать в этом городе. Если это город, в котором, допустим, даже 300 тысяч, но франчайзер реально, извиняюсь, скажу слово «мертвый» такой в бизнесе, есть такая формулировка, он не работает. Я ему делаю предупреждение, говорю, что у тебя нет ни одного клиента, мы делаем вторую франшизу, мы предупредим франчайзера, и делаем тогда вторую франшизу, потому что он не купил франшизу, у нас была уже такая практика, когда франшизу купили, сидел на стуле, но не работал, да, и стул этот принадлежал другому человеку, который в итоге взял франшизу и начал работать нормально. Ну вот так вот, поэтому здесь бывают исключения. Опять же, мы разговариваем персонально тогда с франчайзерами, можно ли сделать исключение. Ну вот правило, которое установлено для всех, 300 тысяч одна франшиза. Я нормально отношусь и к агентам, пожалуйста, вы можете по агентскому договору работать, нет проблем, никого не заставляю покупать франшизу. Просто с франшизой у вас будет получаться лучше, и вы зарабатывать будете в два раза больше, у вас будет 20%. Вот это как бы ваш бонус, потому что вы как франчайзер будете больше давать информацию клиента, вы будете больше его готовить, он будет задавать меньше вопросов, меньше будет отвлекать нас, и таким образом ваше вознаграждение должно быть больше, потому что вы работаете больше. Все справедливо.